Друзья, привет! Все боятся фитофтороза на томатах, даже в теплицах, что уж говорить про открытый грунт. Я же высаживаю помидоры в открытом грунте уже который год и ни разу не видела ни единственного признака фитофторы. Даже когда в сентябре мы убираем ботву помидоров и сами оставшиеся помидорки, на них нет ни единого признака фитофтороза. А все дело в универсальном препарате фитоспорения. Препарат очень дешевый, полностью натуральный, безопасный для человека, насекомых и животных. И вот я нашла его в двух вариантах. Первый это паста фитоспорин универсал и фитоспорин томаты. Фитоспорин томаты продается в виде порошочка, а фитоспорин супер универсал продается в виде коричневой пасты. И тот и тот фитоспорин действует одинаково прекрасно против разнообразных заболеваний растений. Фитоспорин биологический препарат на основе природного микроорганизма сенной палочки. Попав на почву или на растения, бактерии сенной палочки начинают выделять природные антибиотики и ферменты, которые угнетают жизнедеятельность возбудителей грибных и бактериальных болезней почвы и растений. Я готовлю состав для полива растений таким образом. Я выбираю фитоспорин, например, в данном случае супер универсал. Купила я его в фикс прайсе буквально за 29 рублей. Разводится он, судя по инструкции, литров на 200 и выглядит как коричневая паста. Я просто выкладываю его в какое-то свое ненужное такое вот большое ведро. Развожу его хорошенько с водой, даже не использую перчатки ни разу. Руки мои никаким образом и кожа не повредились от этого препарата. Сюда входит только вот это вот указанное выше бактерии сенной палочки и гуми, то есть продукт жизнедеятельности дождевых червей. Хорошенько размешиваю воду с этим препаратом, чтобы она стала коричневого цвета. И буквально в лечку свою, наполненную чистой водой, добавляю ведерко. А если близка осень, то и два ведерка вот этой вот коричневатой воды. Концентрацию отмеряю на глаз, судя по слегка насыщенному коричневатому цвету. И поливаю свои помидорчики вот таким вот образом из лечки буквально несколько раз за все лето. Ну, чаще всего во второй половине лета, наверное, вот пару раз и ближе к осени. И ни разу никакой фитофторы на своих томатах я не видела. Друзья, и постарайтесь не ругать меня за то, что помидоры не подвязаны. Они лежат у меня на сене, не гниют никогда, отлично плодоносят, не подвергаются никаким болезням. И пока что для себя целесообразность подвязки помидоров я не уяснила. Таким же образом, водой с фитоспорином я могу полить и картофельные кусты, и какие-то другие растения. Кстати, вырастают они, политые фитоспорином, гораздо быстрее, чем их сородичи, не политые фитоспорином. Это я уже в своих домашних экспериментах совершенно точно выяснила. Итак, какой сухой вывод из всего вышесказанного? Фитоспорин это полностью натуральный препарат на основе сенной палочки, не содержит никакой химии, безвреден для человека, насекомых и животных. Ускоряет процесс роста растений, на мой взгляд, ускоряет созревание плодов и защищает растения от разнообразных болезней, по крайней мере фитофторы, да как и любых других заболеваний на своих растениях я не замечала. К тому же фитоспорин крайне дешевый, порошок его стоит рублей 19 за пакет, а паста в районе 30 рублей. И учитывая то, что разводится он на достаточно большое количество воды, в общем-то он является крайне экономичным. Поэтому для меня фитоспорин в условиях отсутствия теплицы стал настоящим спасением и каждый год я с помидорами и не боюсь, что они почернеют, либо еще что-то. Не накрываю их никакими укрывными материалами и всегда остаюсь с урожаем. Ну что ж, друзья, надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Обязательно пишите ваши комментарии, обязательно поделитесь со мной, как вы спасаете свои растения и помогаете им обходиться без заболеваний и хорошо расти. И жду вас в других своих видео. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok